На территории Центральной городской клинической больницы продолжается строительство детского инфекционного корпуса. Работы начали в июне этого года. На данный момент территорию огородили, сняли растительный слой, идет разработка котлована и устройство подпорной стенки. Процент технической готовности объекта 7%. До конца года основание полностью забетонируют, а в следующем приступят к строительству самого здания, рассчитанного на 100 коек. У нас здесь планировалось свайное поле, но при производстве свайных работ из-за вибраций решили отказаться, чтобы негативно не воздействовать в предотвижащие здания. Решили изменить на фундаментную плиту. В данный момент подрядчикам выполнены все подготовительные работы. Сейчас идет у нас процесс согласования Ульяновской госэкспертизе. Медицинское учреждение будет оснащено новейшим оборудованием, которое позволит оказывать комплекс диагностических и лечебных мероприятий на высочайшем уровне. В новом корпусе будут расположены специализированные палаты бокса, оснащенные кислородной поддержкой, диагностический блок, отделение реанимации, интенсивной терапии, а также лаборатории. Организации фундамента по основному зданию пока приостановлены в связи с отсутствием технического решения, но работы не приостановлены. В следующем году на ремонтные работы на данном объекте в бюджете предусмотрено более 900 миллионов рублей. Всего на реализацию проекта заложено более 2,5 миллиарда рублей. Завершить строительство планируют во втором квартале 2023 года. Также по нацпроекту здравоохранения продолжат ремонтные работы в областной детской больнице. В этом году мы заканчиваем ремонт травматологического отделения. В планах на следующий год у нас ремонт хирургического отделения. Напомним, в прошлом году в детской областной больнице отремонтировали онкологическое отделение. На следующий год запланирован ремонт в операционном блоке на сумму более 17 миллионов рублей. Алина Тихонова, Данил Сурков, УлправдотВ.